так потихоньку выходим в сундру взял вот такую книжечку так что кто захочет наслаждаться красотами этого леса северного еще предлагаю послушать вот такую ларец мудрости духовной называется книжечка почитаю что зрители не скучали и для себя тоже очень полезно вот открыл на этом мне попалась как правильно поступать безразличие непозволительно даже мирским а уж тем более людям духовным человек честный духовный пошли либо вас не должен делать ничего с безразличием проклят в кавычках они в скобочках человек творяет дело господне с небрежением скобочках и я 48 2.10 ну то есть это из писания взято говорит пророк иеремия старец поисий святогорец у меня тут еще этот зацепляются эти палки когда кто приходит то господь посылает его чтобы вы через него службу сослужили господу чем сообщением пришедшему своего благонастроения данного вам господом святой феофан затворник ничего не делай с досадой так это кто у нас преподобный фарса нофи великий иоанн пророк надо стараться чтобы вся жизнь целиком они в известные часы и дни была построена по закону божьему надо всю свою деятельность расположить так чтобы она была согласна с волей божьей только при таких условиях чисто будет наше сердце и только чистые сердцем бога узрят преподобный никон оптинский один брат спросил аву феодора что это за дело души которая ныне почитаем мы как бы прибавлением к делу и в чем состоит это прибавление которое почитаем ныне за дело старец отвечал то что бывает по заповеди божий есть дело в души а что работаем и собираем по собственному рассуждению это должны мы почитать прибавлением к делу объясни мне сие дело сказал брат старец отвечает вот например слышишь ты что я болен а ты должен посетить меня но говоришь сам себе оставить ли мне свое дело и теперь же идти к нему нет я прежде прежде окончу свое дело а потом пойду а между тем тебе представится случай к другому делу и ты может быть так сейчас страничку перевернем вовсе не придешь еще другой брат говорит тебе помоги мне брат но ты рассуждаешь должно ли мне оставить свое дело и идти работать с ним если же ты не пойдешь то есть а если же ты не пойдешь то оставляешь заповедь божью то есть дело души и делаешь прибавление то есть рукоделие древний потери один брат спросил а у пимина как должно мне жить старец между другими наставлениями сказал ему надо бы на везде где бы ни случилось быть быть тебе подавлять себе недовольство древний потери вот а я недовольство гриба баса выражался и когда его учил пилой орудовать вот я себя неправильно вел так как узнать волю божию надо молиться да укажет господь путь преподобный ником оптинский так дальше что у нас воля божия видна в заповедях его которые мы должны стараться исполнять при обращении с ближними а в случае неисполнения и преступления приносить покаяние преподобный макарий оптинский все хотящие познать волю господню должны прежде умертвить себе волю собственную и помолившись богу с веру и не лукавую простотою вопрощать вопрощать не вопрощать отцов и братьев смирение сердца и без всякого сомнения помысли и принимать советы как из уст божих хотя бы он и и противны были собственному их разуму и хотя бы вопрошаемые были не весьма духовно ибо неправеден бог и не попустит чтобы перестились те души которые с верой и неглобием смиренно покорили себя совету и суду ближнего потому хотя бы вопрошаемый и не имели духовного разума но есть глаголище через них не вещественный и невидимый и пода преподобный иван листвичник вот получается значит кто пишет комментарий но такие вот пишет не такие прям с матами там такие более там благопристойные вот таким комментариям надо конечно прислушиваться исправлять себя так что у нас дальше как мы можем уроки разуметь волю божию или взыскать ее если верим самим себе и держимся своей воли ава дорофей тогда только человек видит непорочный путь божий когда оставить свою волю ава дорофей такая глава монастырь или мир имеющим холодное и колеблющее произволение строго воспрещено вступление в монашество святой игнати бре брянчанинов но там у них тоже это как бы испытательного срока есть монастыре не знаю там может быть даже год или два потом могут только это ну разрешить постриг в монахи там допустим или в монашке от печали не должно идти монастырь который можно вступить только по призванию те вступившие в монастырь по каким-либо обстоятельствам внешним они по призванию бывают очень непрочны и непременно оставляет монастырь большими неприятностями для монастыря и для себя святой игнатий брянчанинов сердце должен быть бог до душа и там монастырь святой феофан затворник некоторый молодой человек пришел к известному афонскому старту и крему катунакскому чтобы спросить действительно ли ему стоит избрать для себя монашеский путь он он ожидал что прозорливый и наделенный многими благодатными дарами старец сразу же даст ему ответ но отец ефрем вместо этого спросил юношу какого святого тот более всего почитает юноша ответил что почитает более всего святителя нектария и гинского чудотворца вот и помолись ему посоветовал старец святый нектарий я не знаю какой из двух путей больше подходит нет вот и но ты ведь святой и знаешь об этом лучше меня просвети чтобы я избрал правильный путь а что дальше как я пойму что отвечает святой и что хочет бог изнутри почувствуешь чему склоняется сердце в мире и покое туда и следует а если несмотря на это я совершу ошибку святой которому ты помолишься тебя чуть-чуть подтолкнет туда куда нужно вот тут правильно говорится вот надо вот вот наверняка у у каждого православного есть какие-то свои любимые цветы вот ну и они обычно им у них это и молятся им в церкви свечки ставят знаю вот у нас почитает николая чудотворца пантелеймона можно ли спастись в миру вот такая глава это не худо что вы обучаетесь сами знать хозяйство вы составлены не из одной души но из и из тела а тело нужно для спасения души надо даже и о нем папе попишись а преподобный макарий оптинский дела земные будем совершать целью богоугождение и дела земные соделаются делами небесными святой игнатий брянчанинам попробуйте так понять все дела по хозяйству и по другим отношениям как бы они прямо от самого господа были вам назначаемы святой феофан затворник христианин есть тот кто сколько возможно человеку подражает христу словами делами и помышлениями преподобный иоанн листвичи удалиться от мира не то значит что бежать от семейства или от общества оставить нравы обычаи правила привычки требования совершенно противоположные духу христову принятому и зреющему в нас святой феофан затворник вот кстати я вспомнил недавно я слышал эти слова насчет плодитесь размножайтесь вот что это главное заповедь господа то есть если мы он заповедует плодиться и размножаться а мы допустим противимся этому то мы получается уже богоборцы совершаем грех а богоборчество зуба именно за богоборчество и мы можем в ад попасть земные служения наши будем нести как возложенные на нас богом добросовестно с усердием каждый из нас есть живописец собственной своей жизни наша душа есть как бы полотно добродетели полотно добродетели краски иисус христос образец с которого мы должны списывать святой гриорги григорий миски начинайте все с молитвою продолжайте с упованием кончайте благодарением всякое дело и будет окутано бон божеским одеянием и не выбьет бога из души затем переходя от дела к делу на переходе выгоняйте из души все житейской будьте с богом вниманием и чувством или повторяйте какой-либо из псалмов святой феофан затворник у нас теперь от чего все все не ладится думаю от того что вы хотите помнить господа забывая о делах житейских но житейские дела лезут в сознание и память о господи вытесняют но это вот да вот допустим идешь церкви на службу это вот эти какие-то проблемы житейские могут это в голову полезь и как бы отвлекаешься от службы так дальше а вам следует наоборот а житейских делах хлопотать но как о господнем поручении и как пред господом там у вас ни того ни другого не выходит а здесь то и другое будет исправно святой феофан затворник какой хозяин был авраам и иов и другие патриархи а представляется образцами веры терпения и всех добродетелей святой феофан затворник я надеюсь кто-то смотрит кто-то слушает наблюдают кражи красоты природы гриба баса впереди впереди идущего так полагаю что возможно без тех хлопотах держать душу несую несуетящуюся ибо и великие святые строились и хлопотали же афанасий афонский умер настроение стало можно совмещать внутреннюю жизнью хлопоты строительные это он получается что-то строил и в этот момент умер святой феофан затворник надо бы найти средним путем не уклоняйтесь ни на десна ни на шуя и давать духу духовное телу телесно для поддержания временной жизни потребное но не должно также и жизни общественной отказывать в том что она законно требует от нас по словам священного писания воздадите уба кесарева кесаревы и божия богови преподобный серафим саровский освещайте вашу жизнь тогда хозяйка занимаясь домашней работой творит молитву все освещается освещается не только сама пища но и те кто ее ест тоже освещаются старец поистин святогорец вот так вот это получается значит если готовить пищу еще молитву творить себе но кстати вот эти просфоры так и готовят просфоры все готовят с молитвой и не каждому не каждый это как его священник не каждому благословит чтоб это готовить просфоры вы получается значит эти просфоры освещают человека который их вкушает получается если мы что крещеный кто верует я вот этого не делаю надо вот ну как я благословения прошу там это иногда одну забываю допустим господи благослови там приготовить то-то и то-то вот надо приучить себя еще молитву читать во время приготовления пищи и будет очень хорошо рассказывали об ави иоанне калове сказал он однажды старшему своему брату я решился не иметь никаких забот как не имеют ангелы которые ничего не работают они пристанно служат служат богу и скинув с себя одежду пошел в пустыню прожив там одну неделю возвратился к своему брату когда постучался в двери брат узнал его но не отворяет дверей спрашивает его кто ты он сказал я иоанн брат твой брат отвечал ему иоанн стал уже ангелом и его нет между людьми иоанн упрашивал его и говорит это я но тот не отворял ему а стал и оставил его скорбеть до утра после отворив ему двери сказал ты человек и тебе нужно опять работать чтобы пропитать себя иоанн поклонился ему и сказал прости мне древний потерю вот как творить добрые дела тут вот кстати вот сейчас прослушайте и тут относится некоторым людям известным так вот это ко всем нам относится не только там известным людям вот тут вот мысль одна я вам ее как бы еще немножко подчеркнул доброе дело не есть всякое доброе дело а лишь такое доброе дело которое делается ради бога преподобный никон опкинский когда через тебя делается благое благодарит подателя благих как виновники блага он нога преподобный в арсенофий великий иоанн пророк если кто делает доброе не по цели богоугождения это доброе оказывается злым по намерению делающего преподобный в арсенофий великий иоанн пророк когда бы совершил все благие дела и сохранил все заповеди вспомни сказавшего когда исполните все повеленное вам говорите мы рабы ничего не стоящие потому что сделали что должно были сделать тем более когда мы не достигли еще еще и того чтобы исполнить и одну заповедь так всегда должно думать и укорять себя при благом деле и говорить себе не знаю угодно ли оно богу бог не требует чтобы ты сверх силы своей делал доброе ближнему ибо он говорит так все что может рука твоя делать по силам делу сделаешь ли что малое или великое награда следует следует за тобою соразмерно твоему произволению если делаешь во имя божие и из страха божия то дар светил и неотъемлен и если делаешь на показ и для славы человеческой то слушай то слушай что склятвую говорит сам господь аминь глаголю вам восприемлют мзду свою матвей 6 2.2 преподобный макарий великий вот это ошибка что вот если делает какие-то добрые дела делать на показ это естественно вызывает осуждение ближе ну и вот о чем я сейчас прочитал но и хорошее можно сделать нехорошо как то или не родила или небрежно или для чего-нибудь и нога они для бога и от всего то происходит что и хорошее дело бывает неприятно богу преподобный макарий великий брат спросил старца какое бы мне дело а как какое бы мне делать доброе дело и жить с ним старец отвечал бог знает что добро я слышал что некто из за из отцов спрашивает великого аву нестероя друга авы антония какое бы доброе дело делать не а отвечал ему не все ли дела равны писание говорит авраам был странолюбив и бог был с ним или я любил безмолвие и бог был с ним давид был кроток и бог был с ним и так смотри чего желает по богу душа твоя то делай и блюди сердце твое древний папирик грех или не грех глава идет только дела неизбежной нужды позволительный день господень и только дела боготворение человеколюбия достойны дня господня святой филарет митрополит московский бедностью не стыдись бедность не порог а главное средство к смирению и спасению сам воплотившийся сын божий благоизволил бедности пожитие на земле помни это не не стыдись успокойся и божию помощь призывай преподобный амбросий оптинский не делай зла даже и шутку ибо случается что иной сначала шутя делает злое а после и не хотя им увлекается это да так сказать можно заиграться будешь так шутя таким это злые дела как бы делать шутку да а потом она может прилепиться богатство часто служит ко благу по слову апостола который богатыми богатым настоящем веке заповедует быть щедрыми общительными собирающими в себе сокровище обязаны быть добрым основанием для будущего чтобы достигнуть истинной жизни у сейчас дочитают и пока отдохну и по евангелию она полезна тем которые приобретают себе друзей богатством неправедным то есть вещественным но тоже самое богатство обращается и во зло как скоро собирается только для сбережения или роскоши они употребляются для пользы нуждающихся преподобный иоанн кассиан земляне пока перерывчик